Здравствуйте, это Вера Полозкова и программа «Как все на...» Почему все на... Купила мама Конека, а Конек без ноги. И в этот момент, когда я это говорю, у меня просто начинают течь слезы. Мне не хватает бессмертного жанра песен-то. Ты выбила шампанского, когда взорвали Захара? Нет. Максимум пивко. Выдана лицензия на самое дрянное, что в человеке сидела. Но как? Как? Отобрать ребенка за антивоенный рисунок, посадить за спектакль. Ну, я не знаю, это ад. Абсолютные тридцатые. Я была близка к тому, чтобы сознание потерять. Здравствуйте, это Вера Полозкова и программа «Как все на...» с Михаилом Козыревым. Спасибо большое. А теперь я. Здравствуйте, я Вера Полозкова. Спасибо, что пригласили меня в программу Михаила Козырева «Как все на...» В общем, мы летели с моим сыном, средним, с Авуши, в Ереван к друзьям. У меня тут выдалось несколько свободных дней, и мне захотелось куда-то съездить с моим ребенком, который меня почти не видит этой весной и скучает очень. И мы летим в Ереван, и за нами летят ребята с чемоданами, и девочка говорит, ну, я вас знаю, ей лет восемь, у меня есть ваша книжка. И они мне так машут. Девочки лет восьми? Да, у меня есть ваша книжка детская. И они мне говорят, да, мы вас знаем все, мы на вас подписаны. Я говорю, а вы куда летите? А через Ереван все летят в Россию сейчас, из Кипра. Мы летим в Питер. Я говорю, вы здесь были? Они говорят, да, вот мы пытаемся понять, что нам делать, оставаться или уезжать. Нам нужно закончить там дела, и если у нас получится, то мы вернемся. Если нет, то мы там еще останемся. Мы уже регистрируем, получаем посадочные, я отдаю свой чемодан, Савуша говорит, куда они? Ему пять. Куда они увозят его? Там вещи мои, там мои игрушки, там куда она полетела? Подожди, давай посмотрим, подожди. Короче, я объясняю, что все нормально, что мы его получим, когда прилетим, чтобы мы его с собой не тащили. Мы проходим три метра, я прощаюсь, говорю, ребята, удачи. Они говорят, что хотите передать кому-то? Я говорю, передайте всем нашим привет. И в этот момент, когда я это говорю, у меня начинают вот так течь слезы, абсолютно автоматически, без какой-то работы ума, просто начинают течь слезы. И Савуша меня берет взор и говорит, ты расстроилась, что наш чемодан забрали? Ты сказала, что его вернут? Ты сама сказала. Запиши последние семь дней. Ух, ураган. С географическими точками. Это был классный, очень красивый, очень захватывающий, ну, конечно, ураган. Я редко живу в таком режиме. За семь дней у меня было семь самолетов, четыре страны и четыре концерта. Пятый будет завтра. Я могу сказать, что в какой-то момент я закипела. Это прям так и выглядело, что я закипела. Я была близка к тому, чтобы сознание потерять после концерта. Это был первый раз, когда я на бис не вышла. Так, а что с тобой произошло в конце концерта? Потемнело? Отъехало. Я начинаю петь. Понимаю, что я куда-то не туда пою вообще. Саша пытается мне подыграть, а сам продолжает петь в нужной тонности. Поэтому у нас три разных мелодии. Я по Сашиным глазам вижу, что прям вообще, просто вообще лучше бы даже было не начинать. И в этот же момент я понимаю, что если я сейчас не выйду на воздух, я реально упаду в оборок. Я очень быстро бегу вниз по лестнице, открываю дверь, сажусь на ступеньке, и наступает темнота. В ней я какое-то время сижу. Потом я беру сигаретку, куру сигаретку, пью воду и выхожу обратно подписывать книжки. Все говорят, вы такие молодцы. Спасибо вам большое. Чистое удовольствие. Я очень люблю то, что делаю, и радуюсь, что люди приходят. И у нас полные залы даже в удивительных каких-то местах, в которых мы никогда не рассчитывали особо никого собрать. Спасибо вам большое, друзья. Увидимся в сольном концерте. Сейчас мне предстоит грязнуться озен и вернуться из-за развалина народной артисткой. Вот этот вот саундтрек, который был, когда ты сейчас на гриме сидела. Это мой обычный саундтрек на гриме. Это мои самые спокойные полтора часа за день на гастролях, когда с прохладными пальцами прозрачные девочки. Они обычно из Новосибирска, или, не знаю, из Хабаровска, из Омска, или из Киева, или из Белой Церкви. И у них такие, они идеальные же все всегда. Девочки-визажистки, это же вообще что-то невероятное. Другой мир. И вот они тебя как бы... Я говорю, я помолчу. Они говорят, да-да-да, мы знаем, знаем. Ну, отдыхайте. Значит, пришел. Приехал откуда-нибудь только что. Только успел в душ сходить высушить голову, да. Я не люблю распущенные волосы на сцене, потому что ты начинаешь вот так делать. Вот так, потом вот так, потом вот так. И это все превращается в проволоку очень быстро. На руках поцела. Так, подожди, а ты можешь подвязать руки шнурочком, чтобы не... К шее вот так. Да, вот так. Давай, и вот так. Как тебе со сцены зал вот с момента того, как ты поехала по миру в значительно большем объеме, даешь концерты по разным странам, ты смотришь в зал, ну, я имею в виду, встречаешься с людьми, кто эти люди, как... Это не похоже на то, как мы раньше концерты играли. Это совсем не про концерты, честно говоря, сейчас. Мне кажется, это про какой-то официальный повод побыть вместе, знаешь. То есть просто так ты со всеми, с каждым не встратишься, а вот у тебя есть какой-то, ну, вот как день рождения в каждом городе, на который все придут и просто вместе побудут. И останутся потом обняться, чем-то поделиться, показать фотографии, где они последний раз меня слушали. А это может быть 13-й год в Пятигорске, 15-й год в Питере, 21-й год в Киеве. Фотки показать, что они уже были. Обычно это люди, которые где-то уже были и знают, и очень хотят узнать, что сейчас происходит. У нас такая трехчастная сейчас программа, программа «Ручная кладь» из трех частей состоит, и первая часть вся про войну, и вся написана в последний год практически, и песни, и стихи. Она довольно тяжелая, читать ее так же тяжело, как и слушать людям в зале, но без нее я не вижу смысла играть эти концерты, потому что все равно ничего важнее, чем это не происходит. Раньше мы не стояли на блокпостах, пересохшим, едва ворочая языком. Мы бросали два рюкзака в кустах и волну студеную босиком. Мы носили юбки в пяти местах, беззаботным, прожженные кропальком. Не жалели на каждую из химер ни сердечного сока, ни письменного огня. Ликовали нужный, найдя размер, в идеальный вставая свет на закате дня. Спали крепко, не ведали, например, что такое системы залпового огня. А потом мы выросли, пробил час. А ты проделал нашу жизнь в один из своих станков. Не живые от слез, мы ждем, чтобы кто-то спас раненых собак, потерянных стариков, если забирают бесстрашных. Зачем оставляют нас, скоморошей гвардии дураков? А потом мы выросли, и птенцам в подземельях сырых, сжимая ладонью рты, чтобы они не выдали нас гонцам над гомеровой смрадных тоней черноты, чтобы нас не отправили к братцам, словно рыб, разрезав на лоскуты. Я дышу, и боль моя так остра, словно воздух размолотое стекло. Я люблю тебя, слышишь, меня, сестра? Пока горло не растекло, я клянусь, что мы одолеем тьму, что недолго ей пировать. Я клянусь, что прорвусь, вопреки всему, дорогую голову целовать. Ну, у нас в зале, потому что всегда там разные соотношения, наверное, но треть всегда украинцев. Ну, вот в Варшаве, например, больше половины зала было украинцев, треть белорусов и еще немножко россиян. Кстати, и в Ванкувере было очень много украинцев. И вообще, к нам ходят, это самое огромное счастье, и ответственность, и честь, и гордость моя, что к нам приходят ребята, которые нас слушали в Украине буквально за полгода до войны, в Харькове, в Днепре, которые сейчас просто в прямом эфире уничтожают, в Запорожье, везде, они все нас находят и к нам приходят. Расскажи мне, пожалуйста, как дела у Таты Кеплер сейчас. И я был поражен тем, что я, по-моему, ее увидел в клипе, который сняли бумбокс. Да. Она там одна из главных героин. Они же работали вместе. Они работали вместе. Он был водителем долго того бронированного автомобиля, который возил их вот в те самые далеки села, про которые она все время пишет. Далекие села, так называемые, ну, села в серой зоне или прифронтовой зоне, или маленькие, или от которых почти ничего не осталось. Осталось три двора, и туда никто не доезжает. Ну, просто так система устроена, что они вне зоны внимания оказываются любых каких-то других систем. И вот эта маленькая смелая команда туда привозит лекарства, корм этим бездомным несчастным собакам, которые там одни косточки остаются от них. А сейчас Тата на день рождения свой, например, запустила крауд огромный и собирать на крыше, потому что половина людей в этом году живет у себя в сараях, понимаешь, или где-то там, потому что нет дома половины, или половины, или целого, или вообще у себя там где-то, у соседей живут. Вот. И она... Они собирают деньги на... Крыши и кроет, и ей бабушки вот эти прекрасные записывают благодарности. Я это очень люблю смотреть. Это очень... Это просто невероятное всегда видео. Они показывают, как они перекрыли крышу, что есть где жить, что они дуют, что все, все перетащили обратно вещи, и как бы можно начинать заново. Давай объясним зрителям... Татья Кеплер... Кто она была в прошлой жизни. Подруга юности моей. Фантастическая девушка. Я бы сказал огненная. Огненная девушка. Девушка, которая... Ну, несколько рандомных фактов надо, наверное, перечислить про нее, чтобы был понятен диаметр личности. Она возглавляла много лет самый крупный бар в Киеве и известный, который называется «Бармен-диктат». Она была его директором. Она училась на искусствоведа и читала лекции по искусству. И она дочь художника, и человек, который разбирается в каких-нибудь импрессионистах уж получше, чем мы с вами. Еще так выглядит у нее эти безумные кольца, всегда асимметричные, дикие расшнурованные ботинки, какие-то, значит, моднейшие пальто. Сейчас это человек, который год ездит в камуфляже, в Бронике, в Берцах, во всем вот в этом. Но это ей тоже идет. И у нее тоже потрясающие друзья теперь по всей Украине. Ей донатят. Мне кажется, все вообще на свете, кто про нее знает, потому что этого делать... Не делать этого невозможно, если ты видишь, как человек предан по-настоящему своему делу. И я с каждого концерта понемножку тоже отправляю, никогда стараюсь не забывать. Запусти обратную перемотку. Дом вынимает пламя и отрастает, будто свеча. Человек собирается из снаряда и битого кирпича, самолет глотает ракетам и поднимаемся с пола завтракать, не катаясь и не крича. Запусти перемотку. Пройдемся походкой лунной по городу до стекла, до накрытых куртками трупов машин, спаленных дотла. Удивимся, что окна светятся, что дорога еще цела. Что мы отвечали на «Как у тебя дела?» Через месяц война уже быт, ты на ней как бык, привязанный к бароне. Старики с голыми руками идут на танки, и эти танки уже в огне. и мальфары встают рядом с лейтенантами и сражаются на ровне. У кого есть голос и связь, тому повезло вдвойне. Нет ли у тебя ощущения, что вот эта трещина, которая образовалась между Россией и Украиной, применительно к твоим знакомым и друзьям увеличивается? Конечно. Конечно. И это уже не связано ни с какой позицией. Все же поделились необратимо. просто настолько распался контекст, ну вот та-то там ездит и смотрит, как из стариков осколки вынимают, которые в них там сидят, понимаешь? Ездит и смотрит на людей, которые живут в собственном каком-то хлеву, который остался, потому что разбит дом и там все утрачено. Ездит, слушает такие истории про пыточные в каждом селе, там про детей каких-то угнанных, про что-то еще. А я, ну, я живу далеко. Я воспитываю детей. Мои новости по сравнению с татинами новостями, они не про что, понимаешь? У меня нет такого... То есть, когда мы разговариваем, мы вспоминаем, о чем мы посмеемся, мы обмениваемся какими-то новостями про общих знакомых, но в целом ее контекст и мой контекст, они разъехались на дальние концы галактики. Я просто очень надеюсь и верю, что когда это закончится, мы куда-то сможем вместе съездить, мы что-то еще будем обсуждать, кроме войны и так далее. Но сейчас мы живем совсем разной жизнью. И в какой-то момент мне стало страшно. Вдруг мы не только с ней, а вообще с дорогими сердцем моими людьми там... Мы не по разные стороны, мы по одну сторону, но мы в невероятно... ткани наши и узоры в них расходятся совсем в бок друг от друга теперь. Вот это же ощущение расхождения и пропасти постепенно как будто отплывает один континент от тебя. У тебя не возникает в течение этого года уже с теми, кто остался в России? Да. Да, возникает. А вот это откуда ощущение возникло? Послушаю. В чем оно выражается? Люди, которые там остались. Даже... Не даже, а все, которые все понимают. И мы увежали. Ну, условно, они нас провожали. Да? Приехали провожать, не задавая ни одного вопроса. Просто помогли нам чемоданы запихнуть в багажник. Они же не могут, как мы, сидеть читать эти новости и холодеть, и покрываться просто наледью, да, когда ты это читаешь. Ну, это ужас какой-то просто. Там, не знаю, отобрать ребенка за антивоенный рисунок, посадить за спектакль. Ну, я не знаю, это ад, там, что происходит. Если там, ты читаешь девушку по имени Алены Попова и знаешь, что происходит, да, человек убил свою жену, сел на 16 лет, был призван в армию, освободился и награжден какой-то, значит, медалью и на свободе. Ну, маньяк. И как бы ты, ну, как бы, то, что мы видим с нашей стороны, ну, это жесть, это прям настоящий какой-то кошмарный сон. А им же нужно там оставаться, и они вырабатывают, я так понимаю, что психика вырабатывает и вырабатывает и вырабатывает и вырабатывает защиту к этому. И их очень раздражает, когда мы говорим о том, что там происходит открыто, потому что там сейчас абсолютно оруэлловское двоемыслие. Ты не можешь слух произносить то, что ты думаешь. Наша с тобой общая подруга однажды мне позвонила из Москвы и сказала, если ты думаешь, то ты что-то пропускаешь здесь, или ты почему-то здесь скучаешь, или что-то происходит без тебя важное. Ты знаешь, я зашла несколько раз в разные места, где мы с тобой встречались по 20 лет и пили, и веселились, и праздновали какие-то наши важные события. И там нет ни одного знакомого лица. Я не увидела ни одного знакомого лица. Из этого города уехали все, кому я теоретически могла бы позвонить. А если вдруг где-то встречаются люди, которые когда-то были в нашем кругу, то немедленно за соседним столиком вырастают две какие-то конторские рожи, которые пьют воду и внимательно слушают, о чем они говорят. Тебе не кажется, что это просто у нас такая оптика вдруг выросла? Потому что мы... Это же каждый человек хочет или не хочет, он внутренне старается оправдать свой выбор и свой поступок. Абсолютно. Но это говорит мне человек из Москвы. Это говорит мне человек, который остался в России, потому что у него работа в России, которую нужно закончить, она началась до войны. Она не может, будучи ответственным человеком, связанным контрактом, просто взять и уехать. И она время от времени приезжает в Москву, я ничего у него не спрашиваю. Я знаю, как это болезненно бывает, потому что мы все любили город, в котором мы с тобой жили, встречались, праздновали детские дни рождения, ходили колесом, по крышам шатались, экскурсии друг друга устраивали, пили шампанское, хохотали. Это все было важно, и это часть меня. Мне снятся какие-то совершенно рандомные переулки, перекрестки. Я вдруг понимаю, что у меня там остро... Вот сейчас бы, если бы я могла, если бы у меня была какая-то машина подпространственная, я бы вышла вот сейчас из, не знаю, на перекресток Каретного и Страстного и постояла бы там, где Петровский монастырь. Я очень люблю это место. И там начинается Страстной, и там можно погулять, и иногда очень хочется съездить, конечно, в Питер особенно. Особенно сейчас, когда Белые ночи начинаются. Даже осознавая, что там будут пустые улицы и твоих людей в этих местах? Да, даже так. Нет, там кто-то еще есть. Там, мне кажется, что там дофига людей. Более того, если сейчас представить себе, что ты или я там окажемся, моментально аккумулируется какая-то компания. И это будет удивительная встреча. Это будет совсем не такая встреча, как обычная, когда ты просто на выходные в Питер приезжал. Это будет совсем по-другому. Так же, как и концерты теперь все. Они все не только про стихи. Люди не только за стихами приходят. Люди приходят по хоть чему-то, что уцелело привычного в жизни, понимаешь? Изменилось все. Архитектура, форма окон, розетки, вкус воды, приложение в телефоне, приложение в телефоне, расписание надземного транспорта. Краны в ванной, один или два. Цвет кожи соседей. Все изменилось совершенно, но есть вдруг возможность прийти на концерт человека, которого ты слушал, когда был юн, и вообще до всего до этого. И это, мне кажется, удивительно. И мне тоже посмотреть на людей, потому что, конечно, для меня это еще этнографическая экспедиция, как все теперь живут. Вот любопытно, такие картинки из твоих путешествий, гастролей и поездок, потому что вокруг тебя, и, как я понимаю, я даже сейчас вспомнил из химии слово прецепитация. Это когда вокруг какого-то объекта, внутри воды накапливается осадок и куча всяких артефактов. Так это называется прецепитация. Серьезно? Да, при твоем появлении в каждом из этих городов до ли концерта, после ли концерта, выходной ли день все равно собирается большое количество, наверняка, как, где люди живут. Расскажи, какие яркие компании тебе попадают. В городе Цюрихе, не предупреждая меня ни о чем, вдруг из толпы людей, которые стоялись с книжками, появляется девушка, с которой мы дружили, когда мне было 20, я у нее оставалась ночевать на Никитском бульваре, мы пели песни, пили самбуку, хохотали. Она живет в Итани, она села в машину, 4,5 часа ехала на концерт-цюрих, приехала на концерт-цюрих, пришла ко мне, подписала, обняла, прошлась со мной, и на следующее утро, поспав ночь у своей подружки, я собиралась ехать обратно в машине, рулить обратно к семье. Это удивительно, и это совсем по-другому. И это... Я просто... Один раз позвонила своей маме и сказала, мама, ты мне всю молодость и юность говорила, тебе бы только тусоваться, вот тебе только тусоваться, тебе больше ничего не интересно, тебе вот сегодня уйти, и в пятницу ты вернешься, и все как будто... Ты понимаешь, что этим... И я вдруг понимаю, что, мамуль, вот из-за того, что я 10 лет тусовалась, честно, в своей жизни, теперь мне не одиноко туда, куда я уехала, потому что мои друзья живут, все, с кем я тусовалась, как раз эти 10 лет, типа с 18 до 28, когда у меня родился первый ребенок, тусоваться стало как-то уже немножко проблематичнее, все они теперь меня встречают, приезжают за мной в аэропорт, показывают какие-то красоты. Ты знаешь, это сейчас супернемодное чувство, и оно... Я ужасно горжусь всеми людьми, моими друзьями и близкими, и знакомыми, которые уехали. они не просто не пропали, они не просто не сдались, они не просто не там влачат какое-то существование и жалуются, они перенастроили свою жизнь от начала до конца. Просто они... Они запустили школы, они запустили образовательные программы, они придумали совместные бизнесы с ребятами, которые там живут уже, они провели там какой-то быстрый анализ рынка, увидели какие-то ниши, встроились в них, договорились, перестроили свои собственные там какие-то бизнесы, чтобы они как-то цифрово управлялись. Это... То есть люди проделали за год сейчас то, что я наблюдаю. В принципе, то, что десятилетиями вообще надо собираться как-то простраивать, просто все перевернулось. И ты знаешь, в рубрике «Не было бы счастья, да несчастье помогло», разумеется, они уехали от того, что они строили, что они любили, во что они вкладывали душевные силы, деньги, идеи и все прочее. Но они уехали от того, что их очень сильно давило, что им не давало расти, что вызывало огромное сопротивление. Мы все знаем, как эта система была устроена. И сейчас они вдруг, знаешь, как будто дополнительное легкое у каждого. То есть, когда ты не... Вот с этой бюрократической машиной постоянно не сталкиваешься, тебе не надо вот эту половину сил тратить на сопротивление среды, на доказывание, что ты не верблюд и так далее. Ты приезжаешь, и тебе доверяют что-то. У меня половина друзей сотрудничают с какими-то культурными институциями тех стран, в которых они живут сейчас. И вообще они... Просто они не могут поверить, что можно что-то придумать, предложить. И вдруг это сработает. На это финансирование, потому что им бы это в голову не приходило. Давай я сделаю два замечания на полях. Первое. С бюрократией сталкиваешься выше крыши на разных этапах. Да, понятно. Особенно с простой, с бытовой. Да, да, да. На уровне там... Документы... Жесть с документами проходит все. Это во-первых. А во-вторых, во-вторых, справедливости ради, и у нас в стране был такой период, в который можно было прийти, рассказать идею. Да, это был хороший, короткий, и, как мы сейчас понимаем, во многом иллюзорный период. Но он был. И нам всем во многом это очень нравилось. И нас всех это успокаивало. Потому что вот в этом маленьком нашем пузыре как-то вдруг адекватные люди, все получается, вот здесь один успех, здесь там, а пойдем к этому, а вот воспользуемся этим и так далее. Почему? Объясни мне. Слушай, ну, потому что, потому что это был очень частный случай, очень маленький островок среди огромного необозримого государства, которое медленно заворачивалось опять в тоталитарную листовую жесть. И когда мы делали шаг из него, не знаю, куда-то ехали к родителям или родителям друзей куда-то за 300 километров, или вообще выходили на какой-нибудь станции посмотреть, как все устроено, покурить, с кем-то поговорить из местных, мы в целом понимали, что мы в невероятно привилегированном и редком положении для той страны, в которой мы живем. Но обвинить нас в том, что мы не любили эту страну, что мы не пытались сделать для нее что-то, невозможно, потому что мы пытались и делали в меру своих сил правда. Я ее знаю очень хорошо. Я ее объехала много-много раз от Калининграда до Хабаровска. Ко мне приходили люди с родителями, с любимыми, с детьми. Я читала им стихи на языке, который я считаю уникальным. И это очень согревало обе стороны. Я считаю, что нет. И это, кстати, когда говорят, что мы ничего не сделали, что мы все провалили, что мы ничего не смогли, это неправда. Я как человек, игравший в Украине и в России 15 лет, я думаю, что я, может быть, хоть какую-то сапожную иглой вот эту пропасть ширящуюся, пыталась соединять. И, может быть, сейчас мы с тобой работаем на то, чтобы, когда это закончится, все-таки был какой-то, хоть какой-то мост для диалога. Понимаешь? Это важно. И переоценить это невозможно. Но мы не всесильные с тобой люди. Мы не стояли у рычагов этого всего. Мы не могли вообразить, давай честно, никто из нас не мог вообразить, что так повернется. Никто не мог представить. Да, очень циничные, да, очень ретроградно устроенные, да, невероятно алчные люди у власти. Но кто знал, что они маньяки настолько и самоубийцы, потому что они же себе отрезают сами любые возможности, хоть что-то исправить. Да, людям, которых не жалко, не просто чужих, но и своих не жалко, и себя самих не жалко, понимаешь? Потому что они понимают, что у них уже поезд едет строго в одну сторону, там как бы больше развилок не будет, понимаешь? Ну, это же трудно предположить. Хотя бы, если бы мы могли предположить, что они настолько отморозны, мы надеялись, они думают о своей корысти, а если они думают о своей корысти, им нужно сохранять со всеми отношения. У них у всех деньги в офшорах, у них у всех там, ну, как бы мы не будем со всеми ссориться, это для них самих невыгодно. Но видишь как, садясь в рандомный самолет, которых у тебя шесть в неделю, невозможно предположить, что именно этот будет захвачен отбитыми чуваками, которые выйдут с автоматами и начнут, хватая женщин за горло, не знаю, требовать, повернуть и посадить его на высотку какую-нибудь. Русь моя теперь Аль-Каида, Хизбалла. У меня лотаря скаленного избыла и не выпускает зеркальца из клешней, ждет, когда в нем ад разверзнется пострашней. Улицы родные, имени палачей, разве не предупреждали вы меня, светочей, чем кончается имперство и арнуво, как не остается сердце ни у кого? черные коляски, вывески, котлован, мои руды, мои прииски, где слова все полгода тлеют язвами от ракет, оттого лежит неназванным этот свет, оттого гляжу владелица гор и гряд, повторяя, что же делается, а, ребят, что-то плазменное, низменное, вывих, сдвиг, едет на себя, нанизывая нас, живых, едет все вокруг, расслаивая, как ножом, обводя меня бесславие рубежом, вот и ты, цунами пепла, как наяву, рассмотрю тебя, ослепну и назову. По поводу хватания женщин за горло. Женя Беркович, что ты? Мы разговаривали, это такая удивительная, конечно, история, мы разговаривали и ржали просто накануне, то есть вот предыдущим вечером мы записывали друг другу голосовые, она извинялась за то, что она в спектакле взяла несколько текстов и со мной, типа, их не успела согласовать, что у нее читают люди, и говорит, я, типа, извини, я говорю, перед Женей. И мы что-то начали смеяться и стали думать, какой мифологический ход нужен для того, чтобы это остановить, кого с кем надо поженить, там, Яны Боплавской выдать за Певцова и так далее, ну, как бы, чтобы аннигилировать, ну, как бы, ада стало столько, что он сам себя аннигилировал. Сам уничтожился. И стало, и стало прям ржать, да, что их надо поженить и тогда все расправится. И там, ну, в общем, у нас много было вариантов, не буду их все открывать, они были очень крутые. И на следующий день я просыпаюсь и читаю эту новость. Как ты думаешь, за что? За стихи. Ты уверена? Да, я думаю, что за стихи, за очень дерзкую, веселую, яркую позицию. Ну, она, не знаю, она очень была заметная на этом, на всем фоне. Удивительно. И очень много раз повторила, что она остается в стране, потому что надеется в ней что-то изменить, потому что, если все уедут, кто будет театром заниматься внутри? Я думаю, что только за это, конечно, там даже нет вариантов. И ты смотрела «Финист»? Я читала пьесу «Финист Ясный Сокол», я ни разу не дошла мне очень неловко. Я очень давно слышу про Женю Бирковича, мы несколько раз пересекались на каких-то, не дружили близко, но переписывались. Ну, я очень любила ее в Facebook, потому что, на самом деле, все уже боятся давно слова, мол, ведь в простоте Женя никогда не лезла ни за чем в карман. И это меня очень радовало. Я думаю, что, ты знаешь, я очень надеюсь только на одно, что у нее будет какой-то маленький зазор, в который она сможет уехать и забрать девчонок. Потому что самое страшное, что может случиться с Женей, зная немножко Женю, это не тюрьма, а это если отберут девочек. А они сейчас это делают постоянно. Я себе не представляю, как можно с нуля наладить жизнь с двумя девочками. Девочками, у одной из которых ментальные особенности. Особенности, но при этом я согласен с тобой, что надежда на то, что каким-то образом... Ну, некоторым давали 24 часа, 48 часов, типа, и мы знаем такие истории, что просто, типа, давайте с глаз долой, потому что это сильный очень резонанс. Просто это уникальный случай, потому что до этого это абсолютно... Вот это уже абсолютные 30-е. То есть, если Кирилла Семеновичу шили хотя бы экономические какие-то преступления, его пытались заклеймить вором, на него пытались повесить какие-то растраты, которых не было в помине, потому что он чуть ли не из своих докладов был, чтобы это все работало, мы знаем. Но это было хотя бы хоть как-то попытка какая-то, знаешь, мы все знали, что это политическое дело, все знали, как это устроено, но это был хотя бы какой-то кейс такой, типа, в экономической лежал в сфере, там еще какие-то, ладно, репосты, ну, хоть какие-то, ну, окей, дикие, но там дискредитация, что-то... Это просто, это прям уже вообще. Это за спектакль, за стихи. За спектакль, Женя, из-за стихи. Мы не знаем, до чего еще докопаться, поэтому мы называем вещи своими именами, ты нам не нравишься, нам не нравится свобода, с которой ты выражаешь собственное мнение, мы любой ценой попытаемся это остановить. У тебя возникло в какой-то момент, когда ты об этом узнала, и когда ты, как я понимаю, в любом случае, это не шло из головы, и не идет до сих пор, как я здорово и правильно сделала, что я свалил. Мне сказали об этом, мне сказали, как хорошо, что вы уехали. Как хорошо, что вы уехали. Ну, я думаю, что я со своим украинским циклом, который с третьего же дня там пишется войны и вешается в открытый доступ. До перекрестка бы не дошла. И цитируется. Я думаю, что это была бы очень быстрая история, конечно, без вопросов совершенно, особенно там после интервью с Юрой и так далее, то есть там вариантов не очень много у меня. И я думаю, что, кстати говоря, если вы не дети, которых у меня трое, им 8, 5 и 3, меня бы это вообще не пугало. Я бы осталась в стране, ходила бы, что-то протестовала, что-то делала бы точно, но просто я единственный кормилец сейчас в семье, и если они останутся без меня, они останутся вообще непрекаянными совершенно. Нет такого человека, который будет о них заботиться, если у меня не будет. Поэтому я не могла рисковать. Я вообще из тех, которые полезли бы, конечно, на абразур, ты меня знаешь хорошо. Ты знаешь, я позволю себе с высоты собственного возраста и 736 дней, проведенных в вооруженных силах, в том числе в одиночной камере, не надо геройствовать. Я знаю, знаю, не надо. Это страшная вещь, которая ломает практически любого человека. Я думаю, что у меня есть дети, и их трое, именно для того, чтобы я не устраивала такого ничего. Это прям мне даже кто-то однажды сказал, что если бы не они, Вер, то ты бы уже, уже бы, что только с тобой бы не было. Они меня очень центрируют, то есть мне нельзя, понимаешь, мне нельзя рассыпаться, мне нельзя заболеть, мне нельзя очень сильно отчаяться, мне нельзя на месяц лежать, повернуться носом к стене, плакать от того, что происходит, потому что каждый день надо вставать. Вставай и работай. Кашку готовить, на автобус везти, все делать, потому что их трое, и никто за меня это не сделает. Идет четвертый час, как Тимофей не спит. Ему не страшен мрак, ему неведом стыд. Ни бабушка, ни мать унять его не могут. Он просит почитать своих любимых книг. Он ходит в туалет, он возит грузовик, он требует мультфильм и песенку, и йогурт. Идет четвертый час, как на вокзале снов, стоят печальни пять серебряных слонов, за ними из огней зеленых колесница. В колеснице эльф разглядывает зол, то ремешок с гербом, то в бабочках комзок держит от Тимофей, чтобы ему присниться. Как у них с языками? Ой, у них очень смешно с языками. Я на самом деле горжусь ребятами. Угу. Потому что вот Федор заканчивает второй класс в англоязычной и греческой школе. У него все на английском языке и пять часов греческого еще в неделю. А факультативно после уроков он изучает украинский язык, они поют там, у них такая просто там обалденная тетенька преподает, они поют там всякие украинские народные песни пока что. Это Вальдорфская школа. Она очень красивая, она высечена в скале, там серьезный кусочек скалы, стоят учебные корпуса, у них сумасшедшие закаты с видом на горы там. Они кучу всего делают своими руками, то есть мне Федулек может в плотном листе бумаги привезти какие-нибудь блинчики с бананом, которые они пекли на кулинарных классах и сказать, ну они примялись, но типа невкусными они от этого не стали. Попробуй, они реально очень вкусные. Он может сделать сам целиком деревянную игрушку, всю ее разработать, там скрепить, чтобы она ехала и привезти ее с авуши, поторить, потому что это машинка. Он вяжет там, он, ну помимо того, что они там изучают. Разговаривают они внутри школы на английском? они разговаривают все по-английски, ну то есть учителя с ними разговаривают по-английски, разумеется, поскольку эта школа заработала в прошлом сентябре, наполовину она релаканская, наполовину беженская, да, то есть ребята израильтяне, испанцы, украинцы, много разных классных детей, грузины, но он говорит по-английски, и он заканчивает чуть ли не вторым в классе, при том, что когда он пришел, у него был там, ну не знаю, запас из 20 слов. Его просто, ну ему нравится, и он не видит никакой причины как бы сопротивляться этому. Но у меня есть. Друзья есть? Да, да, он, у него все время какие-то плейдейтс, он просит, отпрашивается, чтобы, значит, повисеть, поиграть там со своим лучшим другом, они ходят на какие-то экскурсии, то есть у них может выглядеть так, он мне может позвонить и сказать, слушай, или утром сказать, сегодня не будет уроков, и мне нужны сапожки, потому что мы идем в оливковый сад собирать оливки сами, и потом отправлять их, посмотреть, как делают масло. из них. Прекрасно. Так, это у Федора у старшего. И Федор, и Федор окей. А вот есть у меня другой сыночек. И он находится, он пошел в сад при той же школе, в пресс-кул. Ему преподают американки, там, украинки, грузинки, воспитательницы, и, ну, в общем, много разных девочек. И человек не разговаривает по-английски принципиально, он просто в протесте находится весь этот год. Я не знаю, и там как бы прикол в том, что я не знаю, ну, то есть он все понимает, это очевидно. У нас есть няня, которая тоже англоязычная, грузинка, у младшей. С ней он как-то договаривает, но только по-русски. Только. Ну, как-то сдвинуться, он просто очень упрямый человек, он считает, что все придуриваются, что они не понимают по-русски. Есть такой, знаешь, тип, и среди взрослых тоже, которые просто, если говорят, sorry, они просто громче и медленнее начинают говорить по-русски, чтобы люди поняли, что они у них про... Капучино я у тебя... Ну, в общем, вот так. И сам уж так делает. Сам уж и классический такой, знаешь, ну вот, из какого-нибудь, если маленького города человек приезжает, это просто додавить, мрачно. Ну, самое отвратительное, это то, что я у себя обнаружил. Да, 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 это моя мама. Это ты громче начинаешь говорить. Мама моя тоже первые свои путешествия, она без агрессии, но она тоже искренне считала, что нет таких людей, которые вообще не понимают по-русски все так или иначе, если очень подробно им объяснить, они догадаются. Ну, у тебя есть боязнь того, что для них основной язык будет теперь английский неизбежно? Слушай, ты знаешь... И что русский не будет отныне для них основным языком? Этого очень боится моя мама, которая с ними разговаривает по фейстайму и начинает им читать какие-то стихи, чтобы они их учили детские. Очень переживает, что они не будут говорить. Ты знаешь, я большой фаталист, и это спасает меня от бесполезных тревог о вещах. Если им понадобится русский язык, если у них будут русскоязычные друзья... Они знают, где его взять. Да, в пассиве у них огромный запас, абсолютно. И у них есть я, и у них есть все наши родственники, и у них есть друзья, мы разговариваем, разумеется, по-русски со всеми, кто на Кипре нас окружает. Это русскоязычные ребята. Знаешь, когда происходит, они возвращаются к тебе и говорят с тобой по-английски, и если ты не понимаешь, они злятся, но говорят с тобой по-английски. У меня есть про это стишок. И как он-то внезапно, знаешь, он был абсолютный фикшн, когда он был написан. А сейчас вдруг мне люди приходят и рассказывают, что они... Он даже не просто фикшн, это на самом деле экспромт такой, иронический. И там в конце из строфа «Еще шутить о старом добром, покуда чемодан не собран, и над Москвой веселый зной, и дети знают, как по-русски капустницы, и трясогузки, и ряженка, и нарезной». Потому что странные слова, какие-то вещи, которые существуют только в России, они отпадают первыми, потому что нечего так называть. И ко мне приходит девочка и просит моим почерком написать эти четыре слова, я говорю, а зачем? Она говорит, ну, мне нужно. Я пишу ей, значит, капустницы, трясогузки, ряженка нарезной, и она мне через неделю присылает руку, где это вытатуровано, чтобы не забыть. Ну, в смысле, что язык не дянется никуда. Я буду им читать книжки по-русски, я буду с ними учить стихи, и буду для них писать стихи по-русски. Я им пою песни колыбельные по-русски. Если он им не понадобится, значит, он им не понадобится. Но мне кажется, что он понадобится в любом случае. Потому что это тоже, как выяснилось, очень себе международный язык общения. В самых неожиданных местах. Я сегодня пришла в магазин Кос в Амстердаме. Я говорю, я приехала из России, когда война началась. Она говорит, а я из Молдовы. И мы мгновенно переходим на русский язык. И вообще все по-другому становится. Это происходит на кассе в Нидерландах, в Амстердаме, на Центральной улице. Поэтому не думаю я, что им совсем никогда не пригодится. Пригодится. И вон даже, не знаю, младшая дочь Протского в 30 лет уже выучила язык, который она никогда не знала, чтобы читать сочинения своего отца в оригинале. Просто мы никогда, понимаешь, это делать моральный выбор за другого человека. Мы же не знаем, с кем они будут дружить. Мы не знаем, с кем они будут встречаться. Мы не знаем, что вообще будет за вектор у них. Но если вдруг им понадобится русский, у них есть мы, чтобы мы с ним на нем поговорили. Правда, Миша? И это все, что мы можем дать. Федор, это я. Я рад, что вы ко мне сегодня пришли. Сейчас я еду в поезде. Мы переедем в место одно, очень крутое. У моей мамы будет там концерт. и я буду на него, я буду слушать. Я надеюсь, что вы тоже придете на этот концерт. И я проверяла вам хорошие местечки, где вы можете посидеть или постоять. И я думаю, что все будет у вас в порядке. Проснулся я, ночь темна, фонарь дрожит в окне. А мама с папой у окна шептались о войне. Вздохнула мама, боже мой, и мне сказала так, клади, что хочешь взять с собой в свой маленький рюкзак. Я положил немного книг и лего, и планшет, пытался втиснуть свой ночник, но места больше нет. А как же комната? И дом, и двор, любимый мой. Нет места в рюкзаке моем. Как мне их взять с собой? Хотел заплакать я на взрытый воздуху, на бра, но тут мне мама говорит, ребенок, нам пора. В далекую страну вдвоем приехали мы вдруг, по шумной улице идем, и я гляжу вокруг. Здесь непонятно, говорят, здесь странная еда. Когда поедем мы назад? Когда? 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 А где наш папа? Почему? А он приедет к нам? Давай поедем мы к нему. Ну, мам! Ну, мам! Ну, мам! Вздохнула мама. Боже мой! Вздохнула и молчит. Не бойся, мама, нас с тобой никто не разлучит. Приедет папа насовсем. Пойдем рука в руке, и я скажу спасибо всем на новом языке. АПЛОДИСМЕНТЫ Что тебе не хватает, особенно не хватает в сегодняшнем странствах? Послушай, у меня есть любимый друг Паша Пахардинов. Человек выдающегося таланта и выдающегося же юмора уникального. И вот мы, значит, на балкончике в Майами сидим, и я говорю, очень много, что не вернется, и может быть, даже и хорошо, что не вернется из старого нашего бытия. Но как мне не хватает великого бессмертного жанра песен про хуйню? Я росла на песнях про хуйню. Я сформирована песнями про хуйню. Страна лимония, страна без забот. Понимаешь? Купила мамы конек, а конек без ноги. Как бы песен непосредственного даже назначения, у которых никакого нет, кроме как воспевать абсурд и хаос бытия. Это мог быть кто угодно. Это могут быть летят пули, пули летят, пули, понимаешь, ну как бы, или там, что еще из этого жанра любимое? Ты мне скажи. Ранние вопли-медоплясы у них было много такого. Которые ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Не говоря уже о каких-то просто сверкающих вершинах этого жанра, типа то есть это просто это важно было, чтобы это как бы это объединяло песня, которая ни про страдания, ни про родину, ни про дворовое детство ностальгию, просто чисто про хуйню. И она такая, это возвышало, это освобождало, это было такое спа для мозгов, понимаешь? Понимаешь? Это коммунальная коммунальная квартира. Это было, ну как бы, мы дружили с Михаилом ровно два года, мы были с ним прекрасной парой, даже свой первый сексуальный опыт я приобрела с Михаилом, ну как бы, подруга подкинула проблем. О чем? Это мне только спустя 20 лет люди рассказали, что это заложенное в песню письмо из журнала Cool Girl. Да, это Аркаша Волк рассказал, с которым ты виделась там. Это просто снятое под копирку письмо в редакцию. Они взяли письмо из журнала Cool и полностью его положили. или там песня, я не знаю. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет. Это великая песня, группа спорт. Все, вот я тебе говорю эти слова, понимаешь, они запускают на восьмом международном. Они запускают какую-то биохимическую реакцию, какие-то мурашки, радости, облегчение. Облегчение. Это было облегчение, понимаешь? Вот кто сейчас поет песню про хуйню? Кто-нибудь в России поет песню про хуйню? Объясни. Нет, но метафорически, конечно, шаман поет. Но это страшно. К сожалению, это прям серьезная хуйня. Фашистская, понимаешь? Давай поговорим все-таки о самых дорогих нам людях, о самых важных, самых драгоценных. Эдик Баяков и Захар Прилепин. Да ладно, нежданчик. Самые нежные чувства. Нежданчик, нежданчик. Скажи, пожалуйста, ты выпила шампанского, когда взорвали Захара? Ну, слушай, они не дотянули до шампанского, Миша. Не хватило на шампанское. Хотя мне в этот день приходили картинки с шампанского. Я просто объясню зрителям, что 7 лет назад ты написала, что ты откроешь шампанское, когда в день, когда Захар Прилепин прострелит башку. Да. Ну, в смысле, ребят, ну, нет. Максимум пивко. Не знаю, я не никакой радости, ни злорадства, ни ощущения, что я предупреждала, ничего не почувствовала, кроме какого-то, знаешь, человек, который все время сядет бурю, в какой-то момент действительно пожнет ураган. Я просто думаю, что его это еще больше ожесточит, озверит и превратит вообще в человека, ну, который вообще не разбирает дороги больше. Это аж 7 лет назад случилось, это пророчица внезапная. Я себя хотела спросить, что я по этому поводу чувствую. Ужас я чувствую, скатывается все в какие-то такие средневековые бездны, мой хороший. Я на самом деле никому, конечно, смерти не желаю. И все получат свои... Все, что они накопили за жизнь, все выдастся во всех возможных кармических банках. Это неизбежно. Это... Ну, каким-то образом ты считаешь, что это справедливо, что это выдастся не при этой жизни? Нет. Может быть, не при этой, может быть, уже в этой. Мы не знаем, на самом деле, что у них все происходит. Ну, конечно, никто не знает, просто... Мы не знаем, мы не знаем. Ты знаешь, если немножко посмотреть вглубь каждой такой судьбы, кто сейчас, ну, ну, так взвесил просто те и другие, да, шансы и перешел на сторону тьмы. Ну, так. Но в тот момент... Рационально. Рационально подумал. Да. Но наш с тобой общий знакомый и даже долгие годы твой дружок Эдуард Баяков пришел на сторону тьмы достаточно давно. Да, да. Да. И надо сказать, что я уверен, что ты была обескуражена, я точно была обескуражена, потому что, ну, как бы, в тот момент, когда мы общались, когда он ставил... Мы играли с тобой в одном спектакле по твоим стихам. Он ставил пьесу, коммуниканты. Да. То есть там ничего не предвещало. Ну, я с ним не был знаком так, как ты. Да. Вопрос. Вот в том Эдуарде Баяковой предвещало ли что-нибудь вот эту перемену? И второе, в какой-то момент ты сказала, что это результат, вот этот переход во тьму, это результат какого-то, как я понял, шантажа или какой-то сделки, которую ему предложили, и я пытаюсь понять, что это может быть. Я думаю, что... Или это по велению сердца и души? Нет, это... Ну, он верит. Давай так, он верит в то, что говорит. Наверное, это самое грустное. Он реально верит в то, что говорит. Разумеется, он не хочет в какой-то момент оказаться на месте Кирилла Серебренникова, и это тоже. Потому что я думаю, что за годы его работы в государственных театрах ему можно... Выставить счет. Что угодно, да, выставить. Вообще, на сколько угодно лет. На самом деле, ты знаешь, Эдик же любил провоцировать людей. Он был трикстер такой. И он довольно давно как бы пробовал почву. Он все время какие-то закидывал какие-то тезисы какие-то... И смотрел, как люди на них реагируют. И мы настолько привыкли, что Эдик самые странные идеи обкатывает на нас и смотрит на нашу реакцию, что очень долго мы не могли поверить. Мы с Сашей Гавриловым об этом много говорим, который тоже его знал довольно близко, и с которым мы очень много раз какие-то будущие спектакли с ним обсуждали у него в гостях и все прочее. И это были классные, на самом деле, обсуждения, очень интересные, которые вносили что-то важное со всех трех сторон. И я говорю, мы как-то перестали, мы как-то не поняли, в какой момент это стало не смешно. Ну, то есть, это перестало быть вот эти шутки про то, чей Крым, и как бы, когда это перестало... Знаешь, мы же все, так или иначе, в частных беседах, ну, какие-то там... Когда ты распахиваешь здесь дом кому-нибудь и говоришь, как вы загниваете тут на вашем западе, да? И все в этот момент смотрят, ты как бы милит или ты шутишь, да? Вот Эдик очень любил шутить, и шутить на все возможные тябы, и довольно остро, и вдруг оказалось, что половина это была не шутка совсем. Но я абсолютно, зная немножко то, как устроен этот человек, насколько в нем силен этот датчик ветра самого актуального, я уверена, я просто уверена, я кому-то даже сказала, что в тот день, когда рухнет режим, вечером выйдет Эдик интервью о том, как он этому всемирно помогал, как он расшатывал изнутри, как он старался, как он самоотверженно бросался грудью на это, как наконец это произошло, он очень счастлив, он сделал все для этого. Я прям отвечаю, я уверена, мы немножко знаем, ну... Этот человек мог грянуться озем и стать другим несколько раз в свою жизнь, и это происходило и на наших глазах тоже. Почему мы так уж вот отказываем в том, что это может случиться и в третий, и в четвертый, и в пятый раз? Но я вообще, кроме сострадания, ничего не могу испытывать, даже не к ним, а к членам их семей и к их детям, которые все это наследуют, весь этот багаж, который они сейчас производят, в полной уверенности своей правоты, в полном таком захлебе, таком, знаешь, больше ада, сейчас вообще... Гойда. Сейчас стало все можно, да, все стало можно говорить, все стало можно говорить, всю черноту, которой ты был полон, прям всю обиду, всю срань, которую ты вот переполнен, можно прям выпустить, понимаешь? Эти, эти, эти сгорят, этих мы там, знаешь, прям вообще просто сняли, ну вот все... У них же просто ввиду близости этого ресурса военного, они же наводят мишени сейчас, кого еще, с кем нужно расправиться. Никогда не проходит, ладно, про них все понятно, они выбрали все, они, но у них много детей у всех, и этим детям очень много, и у Эдика шесть теперь, и этим детям жить после них, и я искренне очень сострадаю. Хорошо, это как-то очень милосердно, как я понимаю. Тьма объятия твои грубые, сила твоя вражда, полной горькой воды гробыль до черного поезда, не огонечко, где твоя власть чтут темную госпожу, но ты прервешься, как началась, а я тебя не изложу. Где-то вдруг появится связь, выкатится звезда, гроза сдерет тебя с нас, как грязь, то, чем ты была всегда, ненависть потому и слепа, уставлена в пустоту, что только ржавая скорлупа разбита на свету. А что происходит со вкусом и с камертоном, который, по идее, у человека, одаренного, у Эдика Баякова? Это очень интересно. Ты читала эту донбасскую поэзию, которую они сейчас продвигают? Я как раз про это хотела сказать. Это что? Как это вообще? Люди, которые общались с этими всеми людьми до того, как это все произошло. Я лично знала Машу Ватутину, я лично читала Игоря Караулова. В общем, это, конечно, уникально. Тут мне, честно говоря, нечего прокомментировать, потому что это неизбежно в тот момент, когда твоя работа заключается в обслуживании идеологии и только. Ты же не просто не можешь теперь просто писать стихи. Все твои стихи должны быть на мельницу работать. Ну, как бы тут закачиваешься. Тут вообще качество последняя история. Абсолютно. Но это, конечно, потрясающе, потому что, например, Игорь Караулов был человеком, который меня на самом первом моем слэме засудил. Он был таким, значит, уже мэтром. Его, значит, все там страшно уважали. Это единственный человек, который мне пару влепил за мое выступление. Я вышла первый раз в 20 лет прочитать какое-то стихотворение на слэме. И я помню, как он был горд, что он, значит, все вот это вот, вот это все вот бессмысленное, вот это вот какое-то безидейное, значит, давит, как может. Он меня всегда ненавидел. И тут я читаю, что, значит, надо что-то. Научись, научись там писать. Оставь русский язык в покое. Научись писать на своем слева направо, помнишь? Вот этот вот пьерл. Я думаю, оооо. И эти люди запрещали нам ковыряться в носу. Вау. У меня нет, нет комментариев другого. Думаешь, что зерно здесь в том, что ты, в общем, выступаешь на обслуживании режима, на обслуживании системы? Абсолютно, да. Нет, если ты, если ты... Что убивает в тебе какую бы то ни было диктуру. Если ты идешь в это, они же теперь, у них фестивали, это же большие деньги, у них фестивали, у них объединение, ну, то есть, ну, это... Ну, ты пришел работать в рекламное агентство, в адвоката дьявола, ты пошел. И там даже слышно, ты знаешь, это удивительно, вот как, знаешь, я очень люблю юный морец, и, ну, в моем сердце всегда будет место для, там, слонихи, слоненка, слона, там, и так далее. Понимаешь, я выросла на этом. И вдруг ты видишь, что с человеком произошло, да, какой-то вылупился чужой, и этим же голосом продолжает говорить. И ты в этих текстах ты видишь приемы старые, ты видишь, как человек с рифмой работал, как и работает, как, то есть, как бы... Уже твоя поэтическая оптика может это различить, потому что сейчас... Это два других... Это две сущности. Метод остался, метод остался, но его надели на какую-то такую сажу, знаешь, в какую-то погрузили плесень какую-то, и стало вообще... Ну, то есть, и про них тоже видно, что это те же самые люди, у них есть какой-то глаз, что-то, но из-за того, что теперь, условно говоря, этот прибор поставлен в канализационную трубу, ничего другого не может получиться, кроме того, что получать. Я думаю, что это их тоже очень расстраивает, конечно, потому что их ранее... Ну, то есть, та же Маша Ватутина, она была потрясающей поэт когда-то, когда была молодая. А потом она начала писать стихи про то, что Буча — это фейк, и там вдруг я увидела словосочетание «Сострадательная зая», и закрыла, как бы думаю, ух... Главное, знаешь, даже не то, что как это ужасно, а то, как это мгновенно происходит, наверное, вот это. За несколько месяцев буквально. Я просто... Я глазам своим не верю, не когда я читаю эти стихи, а когда я вдруг вижу, как вот эти люди, эти культрегеры, это как бы понимающие в поэзии люди их хвалят, и рекомендуют. Не-не, ну, слушай, нормальные... Нет, у нас наоборот. Лукьяненко, который дает интервью о том, что я ничего не напишу в эмиграции и, скорее всего, закончу свое существование как поэт. Человек, с которым мы сидели вот совсем недавно на телеканале «Культура», вместе учили французский язык прям за соседними партами. Знаешь, что больше всего мне это напоминает? Я все время возвращаюсь... Ты любишь фильм «Человек за бульвара» Капуцину? Не настолько, насколько ты его любишь. Наверняка, потому что я его смотрел, по-моему, полтора раза в жизни. Ну, за исключением отрывков, которые там и тут всплывают. Не важно, просто там вот эта красноречивая очень иллюстрация перемены контекста. Помнишь, приезжает человек, который всем этим ковбоем Дикого Запада начинает показывать фильмы про джентльменов, как дамам руку подавать из экипажа, как, значит, себя вести. Они начинают бриться, они перестают так страшно мухать, у них там прекращается мордобой в этих салунах, они начинают друг с другом разговаривать, они начинают книги читать, у них там просто меняется все, экономическая ситуация начинает, ну, в общем, все. И вдруг он уезжает, что-то с ним случается, ему надо срочно вернуться. И приезжает другой чувак, мистер секонд, который начинает показывать опять, прямо еще хуже, пьянки, мордобои какой-то, как возят в грязи, как что-то, и там Караченцев молодой играет, и когда вот этот мистер, помнишь, мистер шест возвращается, его вот так трясет и говорит, ну как, как, я же вам все показал, я же вас всему научил, вы же уже были другими людьми. И он так показывает вокруг, говорит, а что я сделаю один здесь, ну, как бы, я помню прекрасно, ты учил, ты все показывал, ну, что я один сделаю, когда все так делаю, когда все вокруг. Это важно, да, мы все-таки социальные животные, мы всегда оглядываемся, когда мы что-то делаем, в том, как мы выглядим, в том, как мы себя ведем, нам важно учитывать контекст. И сейчас там контекст, надо тоже про это не забывать, когда можно абсолютно все, когда выдана лицензия на самое дрянное, что в человеке сидело. То есть, когда ты смотришь, ладно даже, ну, то есть, это тебе официально разрешают с первого канала. То есть, если вдруг тебя душила какая-то обида, если ты был полон какой-то зависти черной, если ты, не знаю, ненавидишь кого-то за то, что ты неудачник, если все, вот сейчас, то время, можно все. просто иди, иди, это не страшно, вот сейчас можно это миру предъявить. И просто, я честно, я когда читаю что-то, вот в очередной раз там, они же даже, ну, они больше не скрывают никакой риторики, ничего там, ну, то есть, тот же Антон Красовский, там, то есть, это все, это уже какой-то космос, на самом деле, открытый. И ты читаешь, ты этих людей знаешь, прекрасно, и думаешь, ого, на самом деле, это бездонно, это пещера бездонна. Я знаю истории сейчас, которые происходят, которые я не могу, к сожалению, публично рассказать о том, как бездарные музыканты, лузеры, но теперь находящиеся на зоне, уничтожают фестивали, из-за того, что их туда не берут. То, что можно это теперь сделать. Да, потому что там их будут слушать. Да, и скажи, а вот есть какие-то имена творческие, музыканты какие-то, рэперы, артисты, кто тебя ошеломил тем, на какой стороне они оказались, что они оказались на темной стороне. Или в принципе, в общем, я знаю, что все основные герои, и твои, и мои, они как бы оказались настоящими. Фух, фух, слава богу. Да, да, по каждому. Миша, я бы, честно, я не вынесла бы, честно, если бы кто-то, из кого мы лично знаем, любим, но это было бы уже все. Это было бы невозможно. Но, из тех, кто меня поразил, честно, заставил просто вот так сделать это Света Сурганова. Ага. Точно. Я очень ее люблю, и это грустно. У вас же песня была вместе? да. Это прям, ну, она не просто письма подписывает, она уже заявление делает прямые, и это... ух, правда. Маша Макарова. О, да, да, это тоже для меня было абсолютно... Вообще, ну, казалось бы, Маша. Не знаю, про Голландина все понятно было, про Сукачева все понятно было. Это уже герои для меня давно минувших дней. Вот. Меня абсолютно обрадовала и восхитила Алла Борисовна. Я Аллой Борисовной горжусь, и сейчас я читала ее письмо в защиту Ройзмана, еще раз поняла, что я ее люблю, и поставила на тот большак на перекресток, уже не надо больше мне спешить жить без любви, быть может, просто, ну, как на свете без любви прожить? Это просто человек, который заново для меня открылся. Больше всего я люблю про эту шутку, что вся протестная молодежь в 1980 году. Алла Пугачева, Борис Гребенчуков. Протестная молодежь в 2022 году. Алла Пугачева, Борис Гребенчуков. Обожаю этих людей, дай бог им здоровья, огромных, веселых, долгих лет. Ну, смотри, вот кто бы мог себе представить, что Галкин и Пугачева, они больше, больше анархисты и настоящие рекомендуемые по сравнению с, там, я не знаю, с Гариком Сукачевым. А Баста, вот для меня разочарование. Баста горькая история. Да. Баста горькая история, не только для тебя. Я ведь реально верил в то, что он будет там же, где будет Окси. Абсолютно. Ну, это человек из Ростова, который все понимает. А тут же откуда Каста, с которой он начинал. Да. Каста запрещенная команда в России, вся уехавшая, и очень крутые сейчас вещи делающие. Ну, то, что альбом Влади, это как это возможно. Да, очень крутые. Это просто главная песня. То есть, отцы 22 года, я с 2001 года слушаю Каста, 22 года мне поставляют неразбавленный дистиллят какого-то прям сырого такое время, они формулируют. Молодцы. Баста, елка. Про елку вообще непонятно, честно говоря, потому что у нее, я так понимаю, вся родня там. Да. И она играет, летом в прошлом она анонсирует, я помню, прям я сижу, переключая новости, она анонсирует концерт на теплоходе в Москве. У нее до последнего момента были закрыты комментарии в инстаграме. Ну, скажи мне, пожалуйста, ты можешь упрекать тех людей, которые там... Ну, вообще, я вообще не... Ты спросил очень... Вот мне понравилось, как ты спросил. Были люди, которые тебя поразили, на какой они стороне? Эти люди меня поразили, на какой они стороне. Но могу ли я лезть, знаю ли я, почему они на этой стороне? Знаю ли я, что они пытаются там защитить, там, не знаю, спасти, чем их припугнули или не пугали вообще? Имею ли я право об этом судить? Вообще нет. И никогда не соберусь это делать. Я просто, честно, ну, то есть, про некоторых людей именно вот эта эмоция, знаешь, не вот это там, ах вы, твари, предательная история. Вообще мы не знаем, как будет. Ты сумела сформулировать для себя какие-то правила жизни после 24 февраля, чтобы... Не обобщай, как Ленор пишет. Не обобщай. Не обобщай, не обобщай, не обобщай, не обобщай. Это очень важные правила. Все очень быстро меняется. И все может в любой момент измениться. Если все сейчас вот так изменилось, то все может в любой момент измениться снова. И это не окончательные все вердикты и не окончательные диагнозы у людей. Мы даже не знаем, каким кто окажется, когда... Знаешь, я все время сравниваю, у меня пришла какая-то метафора такая в голову, когда в детстве ехала на юг с родителями, поезд рано или поздно влетает в какой-то длинный тоннель. И это на самом деле супер страшно, потому что такой звук, становится супер темно, грохот, ты едешь среди тьмы, ну прям помнишь этот момент. И все, что тебя маленького заставляет не бояться, это то, что ты не видишь, но чувствуешь, что где-то тут твои родители или друзья родителей и полное купе, и кто-то тебя приобнимает в этот момент. Вот сходит ночь по дальним крышам вниз, дороги стихли, стройки улеглись, луна свой грозный глаз раскрыла ястребины. Усни, мой самосвал на колесе большом, спи экскаватор мой с разинутым ковшом, спи трактор мой с прозрачною кабиной. Был очень трудный день в такой суровый зной. Вырыли, выскребли, выездили со мной. Был город заложен. Вот сейчас такое время, мы едем через туннель. Мы даже не видим, но чувствуем, что нас кто-то родной приобнимает, и это все, на самом деле, что у нас есть, чтобы не помешаться от ужаса, потому что туннель длится уже, блин, в четыре раза дольше, чем мы рассчитывали. Каждый раз, когда тебе кажется, что начинает брежеть хоть какой-то просвет, блин, прилетает новость про то, что там, не знаю, ракета летит в дом в Днепре, или в дом в Виннице, или в дом еще где-нибудь, нет, опять половина какого-нибудь города, нет, Бахмута, и опять кажется, нет, это показалось, это мы все едем, и едем, и едем, и едем. И вот те люди, которые с тобой вкупой сидят, их не видишь, но ты можешь их за руку взять. Вот это самая большая, как выяснилось, самая большая роскошь и драгоценность. Никакие вещи, никакие контракты, никакие деньги, которые ты копил, копил, не скопил, ничего это не дает такого ощущения, чем вот просто те, кто рядом с тобой сидит в купе и песню, может быть, заводит какую-нибудь, чтобы все в соседних тоже слышали, чтобы все нормально, никто не в ужасе, все, сейчас проедем, сейчас проедем это, сейчас проедем, обязательно будет еще свет. Ну, я бы тебя сейчас обнял, бы, целовал бы, вот именно на этом. Что нас останавливает, Виша? Ничего не останавливает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok